Ну что же, идем дальше. И переходим к, пожалуй, одному из самых спорных и противоречивых аспектов всемирных миссий, это использование средств. Тут можно сказать примерно так. Джейн хочет стать миссионером, она хочет поехать в такую-то и такую-то страну, она должна сделать то-то и то-то, она будет делать то-то и то-то, и мы ее будем поддерживать финансово. И это, конечно, все понятно. А теперь самое главное, так будем мы ее поддерживать или нет? Хорошо, она выросла в церкви в нашей, мы все ее знаем, скорее всего, будем. Так. А теперь все становится все более и более спорным. А как поддерживать? Не только как поддерживать вот эту конкретную Джейн, а как, например, поддерживать местный проект? По местного служителя, местного пастора, местного благовестника, по местному церкви в другой стране. Ну вот тут по-разному, на самом деле, даже в Библии, в Новом Завете мы видим разную форму организации и поддержки. Например, когда была засуха и голод в Иерусалиме, соответственно, македонские церкви прислали деньги, но это была скорее помощь. Павел не говорит, что снова и снова надо посылать деньги в Иерусалим. Забота о вдовах в контексте Иерусалимской церкви. Тут, скорее, не Коринфская церковь поддерживала Иерусалимскую, а сама Иерусалимская церковь поддерживала своих вдов. То есть это внутри церкви. Однако там ведь были достаточно большие условия, серьезные условия. Например, молодые вдовы должны были найти работу или найти замужество. А помощь была, скорее, пожилым вдовам. Для Павла очень важно было следовать принципу оценки потребностей. Да, с одной стороны, был сбор денег на бедных, но ведь при этом он был очень суров. Первое послание фессалоникийцам. Кто не работает, тот пусть и не ест. Как, Павел, ты же такой милостивый человек, такой вообще классный. А тут работать, оказывается, надо? Работать надо. То есть, с одной стороны, перед нами сбор на реальные нужды людей, которые действительно не могут о себе позаботиться. Ну, допустим, пожилые вдовы или сироты, у которых нет родителей. И с другой стороны, перед нами люди, которые могут о себе позаботиться. И, соответственно, церковь точно так же может позаботиться о своих потребностях, о своих нуждах. Даже в бедной церкви пастору не нужно платить большую зарплату, или пастор может где-то еще работать. В маленькой церкви совершенно необязательно иметь пастора на ставке. Большинство домашних церквей таких пасторов не имеют. Иначе мы создаем нереалистичные и невозможные ожидания. Так что я считаю, что поместная церковь должна поддерживать прежде всего свои собственные служения через пожертвования членов этой церкви. Кстати говоря, если пастор на оплате, тогда пастор отвечает. Пастор подотчетен людям, которым он служит, и эти люди подотчетны ему. Это гораздо лучше, кстати говоря, чем пастор, который подотчетен миссионерской организацией из другой страны. Поддержка христианских служителей. И Павел говорит, теоретически, я мог бы попросить о поддержке, потому что, например, Петр получает такую поддержку, и не загораживает рот волам молотящего. А в то же самое время апостол Павел отказывается от поддержки ради Евангелия, для того, чтобы не создавать никому бремени. То есть он сам делает палатки. Кстати говоря, в январе я как раз опубликовал эту статью на Павле о миссии, о деньгах. Опубликована она в журнале... Сейчас, как же она называется? Да, я сейчас не могу вспомнить. Evangelical Review of Theology. Вот, если хотите, могу это выложить в интернете. А давайте скажем честно. Как бы мы ни использовали наши деньги, всегда через деньги осуществляется власть. И если мы предваряемся, что это не так, то мы на самом деле дурачим самих себя. Через деньги реализуется власть. Деньги могут принести добро, деньги могут развращать. И тут нам нужно очень честно посмотреть на ситуацию. Так что, если вы даете большие суммы денег на преодоление бедности, то вы создаете ситуацию, где вы слон, который танцует с мышью. Будет ли у местного человека, у местного служителя возможность, право решать, как ему использовать эти деньги в его контексте, в местном контексте? Или он будет бояться, что если он потратит эти деньги со своей точки зрения, то он потеряет поддержку от этого американского слона. И тут всегда нужно помнить, что деньги будут влиять на ситуацию. Ну, собственно, так это жизнь устроена. Нет денег, к которым не привязаны бы какие-то веревочки. То есть в любом случае здесь возникает подотчетность, определенная связь. Так что все это очень-очень непросто. Мы с вами об этом уже говорили. Мы говорили о вопросах зависимости. На протяжении долгого времени считалось, что церковь должна иметь стремление к самоопределению в трех областях. Помните, что это за три области самоопределения? Три области самоопределения в миссиях. Это идея 19 века, формула 19 века, финансовая самоподдержка, дальше самоуправление, это второе, то есть местные лидеры, внешние, несторонние, и самораспространение. Иными словами, в церкви местные лидеры, они спонсируют свое собственное служение, и они сами распространяются, они сами занимаются благоествием, умножаются, зарождая другие церкви. Вот это вот на протяжении долгого времени было моделью. И считалось так, что ведь ресурсов на миссионеров не так много. Но если мы можем создать самовоспроизводящиеся церкви, независимые от внешней поддержки или от внешних указаний, наша задача заключается в том, чтобы как раз такие церкви основывать. Это движение самовоспроизводящихся церквей. Вот это вот и есть три самости, три само. Хорошо, но в чем же тогда проблема? Почему так плохо, когда возникает зависимость? Это, может быть, вы, западные люди, все хотите. Независимость. Стоя на своих ногах, завязывая себе сам обувь, будь собой. Это западная идея. А что страшного? Ведь семьи друг друга постоянно поддерживают, и мы по поводу зависимости здесь не жалуемся. Что же здесь не так? Может быть, идея независимости – это западная история? Может быть, почему бы и нет? Почему бы богатым американцам не поддерживать церковь, допустим, на Гаити? Что здесь не так, Кевин? Ну, потому что у них ведь, они ведь живут в местной общине, и люди смотрят на эту церковь, смотрят, откуда она в финансе получает, как она живет. Так, да, есть определенное влияние, да. Возникает зависимость от неправильного источника. То есть человек начинает зависеть от нас, наших ресурсов, а не от бога. Не от познания его силы, действующей в людях, без помощи больших западных спонсоров, которые приходят и решают все вопросы. То есть возникает неправильная зависимость. Да, согласен. Я тут просто на самом деле выступаю как адвокат дьявола. Кстати, да, вам-то легко это сказать. Вы богатая британская дама. Так вам легко сказать, когда вы сидите и пьете двойное латте, да, доверяйтесь Богу. Но посмотрите, дорогие американцы, британцы, как нам будет плохо. Да, то есть с одной стороны действительно аргумент не работает. Именно поэтому в учебнике вы как раз читали о том, что что-то здесь не так, что-то здесь неправильно. Когда мы присылаем деньги, мы как будто говорим людям так. У вас нет своих денег, значит, вы не можете сами заниматься служением. Может быть, мне-то легко все это говорить, потому что, наверное, мое отношение к деньгам тоже нездоровое. Так что я понимаю, что мне тоже нужны будут деньги на служение в Великобритании, в Америке, где угодно. Ну, то есть есть немало примеров, на самом деле, того, как Евангелие расцветает без финансовых ресурсов. Но, с другой стороны, нам легко об этом говорить, когда у нас есть деньги. Мы, конечно, понимаем, что деньги – это важная сила, но это не основополагающая сила, которая определяет успешность или неуспешность служения. Это необязательный ресурс, который требуется, чтобы церковь или группа была активной. Да, я с вами тут абсолютно согласен, по большому счету. Порой кажется так, ну вот, вы богатые, у вас столько есть, вы не понимаете. Но ведь наиболее динамичный рост церкви, наиболее динамичное благовестие происходит как раз в тех местах, где преследование. Церковь быстрее всего растет в Китае, далеко не богатая страна. И почти все ресурсы до недавнего времени были только внутренние, потому что внешние государства помогать не могли. Ирония заключалась вот в чем. Официальная, зарегистрированная церковь в Китае как раз и называется движение троичного самоопределения. Потому что идея правительства как раз была и в том, чтобы отрезать китайскую церковь от остальных церквей. Но да, вы совершенно правы. Духовная динамика свидетельствует о том, что церковь чаще всего растет там, где внешнего финансирования не существует. Ну, те же самые домашние церкви, они ведь растут без внешних вливаний. Еще необходимо отметить вот что. Если все-таки помогать, то сколько времени продолжать эту помощь? Ну, например, машина не запускается, не заводится, мы подключаем кабель к аккумулятору, пытаемся ее запустить, а она все равно не запускается. А допустим, она запустилась, а мы отключаем кабель, и мотор заглох. Давайте еще раз попробуем. Еще раз подключаем кабель от чужого аккумулятора, запускаем. Отключаем, заглохло. А что если 3-4 раза пытались запустить, а оно не запускается? Что в конце концов мы скажем? Где проблема? Проблема не в том, что аккумулятор не работает. Проблема в том, что нужно решить реальный источник этой сложности. То есть, когда основывается новая церковь, когда местные верующие понимают, что это их служение, это не американское служение, не служение Крэга Отто, это Бог делает что-то в нашем служении, и они понимают, что мы должны это поддерживать, мы должны это распространять, развивать, и это могут быть и финансовые, естественно, и финансовая поддержка, но это внутренняя поддержка. То есть, служение работает на своих ресурсах. А если мы постоянно должны вкачивать ресурсы в служение, значит, в этом служении что-то нездоровое происходит. Кто хочет постоянно быть на искусственном жизнеобеспечении? Если церковь постоянно находится на системе искусственного жизнеобеспечения, будь то финансового жизнеобеспечения, или служители, которые постоянно приезжают из Америки, и которые занимаются там благовестием, и которые проводят лагеря для детей и так далее, может быть, конечно, это порой помогает, но неужели это здоровая ситуация, когда церковь без такого просто выжить не может? И вот тут появляется много вопросов. Так что я считаю, что да, есть аргументы за и против такой зависимости, но свидетельство совершенно четко приводит нас к мысли, и эмпирические исследования приводят нас к мысли о том, что чем больше разрыв между спонсором и получателем этой помощи, тем ситуация сложнее. И здесь есть, конечно, определенная ирония, потому что, ну, смотрите, если, допустим, вы же не посылаете деньги в церковь Японии или Франции, если бы вы посылали, вы бы поняли, что это, в общем, очень похожие страны, и управлять японцами или французами у вас не получится. А вот если, допустим, церковь в какой-нибудь более бедной стране, как Индия, вы посылаете туда деньги, там большой разрыв власти, и тогда возникают серьезные проблемы, потому что у вас возникает желание этой церковью управлять. Я понимаю, что мы тут попадаем в очень сложный спор, но нам сейчас нужно сделать короткий перерыв. Я пока только скажу о проблеме поддержки местных служителей. Вы уже слышали о примере, например, местного пастора, евангелиста, который просто Христа ради, без всякой финансовой помощи, занимался служением. А потом приезжает богатый гость, который говорит, слушай, ты такой молодец, ты так здорово здесь занимаешься, работай, служением, давай мы тебе будем платить. А ведь ты же можешь прожить на 500 долларов в месяц, а в некоторых странах и меньше. 500 долларов в месяц, но это же ничто для нас, американцев. Представляешь, если бы мы к тебе в страну присылали миссионера, ему нужно было бы платить несколько тысяч долларов в месяц, а мы тебе заплатим 500 долларов в месяц, и ты будешь работать, и ты будешь делать то, что миссионер никогда не сделает. Кстати говоря, что еще местный благовестник, местный пастор может сделать то, что гость иностранец не может сделать? Во-первых, дешевле ему платить можно. Во-вторых, что еще? По крайней мере, с точки зрения жизни в этой культуре. Он знает язык страны? Класс. Что еще? Возможно, потому что этот человек внутри, и он отлично может выстраивать взаимоотношения. Что-то еще? У них нет культурного шока. Им не придется прилетать каждые несколько лет в Америку, чтобы собирать деньги. Так что плюсов тут, конечно, очень много. Так что, если посмотреть с этой точки зрения, есть немало организаций, которые, собственно, так и работают. И во многих случаях поддержка национальных работников – это хорошая история, хорошая идея. В некоторых случаях я сам выступаю за эту поддержку. А когда это становится проблематичным? Вы уже об этом сказали. Например, вдруг подотчетность выстраивается не в том направлении. Особенно, если этот человек, скажем так, получает... Даже если он получает нормальную зарплату для своей культуры, а ведь он может получать и гораздо больше, чем принято. Например, обычный человек в этом городе получает 200 долларов, а этот получает 500 долларов. Он уже и отделен от своих сограждан. И вот это становится проблемой. И, значит, дальше вопрос о подотчетности. Он подотчетен американцам, он уже не подотчетен местам. И, кстати, что мы еще таким образом говорим другим верующим, да? Например, есть другие верующие, которые тоже хотят быть основателями церквей, благовестниками. Что мы фактически им говорим? Мы говорим, мы поддерживаем вот этого человека, вот этого Джо, нашими американскими деньгами. А другие, что они при этом услышат, если они хотят заниматься служением? Да вам нужны деньги, чтобы это делать, а деньги приходят откуда? Да, отсюда, именно. Значит, что нужно для того, чтобы включиться в служение? Найти богатого американца или богатую американскую церковь, которая тебе будет платить зарплату. И, соответственно, есть еще и добровольцы, есть обычные добровольцы, среди которых есть немало одаренных людей, одаренных служителей. И они скажут так, вот этому человеку платят. А мне почему не платят? Я-то ведь тоже могу работать за зарплату. Ричард, вы ведь понимаете, да я это не придумал. Вы с этим встречались. Я могу приводить конкретные имена, конкретные лица. И вот я думаю, что, конечно, в некоторых ситуациях поддержка национальных работников может быть не вредной, скажем так. Потому что я считаю, что в большинстве случаев она все-таки вредна. Ну, например, давайте возьмем служение, у которого нет естественных участников. Что я имею в виду? Смотрите, в местной церкви есть участники, то есть люди, которые приходят в эту церковь. Это их служение, это их люди. Значит, если они хотят заплатить своему пастору, то это их пастор. Если они хотят построить здание, это их здание. Это не кто-то другой приезжает и говорит, я заплачу вашему пастору и куплю вам здание. То есть есть, по крайней мере, осознание того, что это служение им принадлежит. Да, вначале, как, ну, допустим, мы запускаем, даем прикурить машине, запускаем от чужой батарейки, это тоже может быть. Но там, по крайней мере, есть естественный контингент. А что если, например, речь идет об основании библейской школы? Например, семинарии Троицы, ТВ-семинарии. Получается, что служение все более и более отдалено от своего естественного контингента. Ну, например, есть библейская школа. Ну, ведь церковь потом получит выпускников этой библейской школы. Она, значит, должна поддерживать эту библейскую школу. Должна? Должна. Но уже возникает определенное отдаление. Кстати, даже наши семинарии Тринити получают деньги, которые приходят не от церквей. В частности, вы наплачиваете ваше обучение. А вот в более бедных странах эта дистанция увеличивается. Радио, телевидение, переводы Библии, развитие лидерства, руководства. На все это сложно собирать местные ресурсы, потому что есть отдаление служения от его контингента. И мы с вами поговорим о том, как мудро пользоваться деньгами, буквально через несколько минут. Но пока скажу о том, что в Соединенных Штатах 58% мега-церквей говорят о том, что для них высоким приоритетом является финансовая поддержка церквей в развивающихся странах. И 86% опрошенных не согласились с принципом о том, что местные христиане должны финансово сами себя поддерживать. Они считают, что все-таки американские христиане должны посылать финансовую помощь другим церквям. То есть большинство мега-церквей отрицают то, что мы сейчас с вами здесь преподаем. Я говорю про мега-церкви, про большие церкви, самые крупные. И средние и маленькие, я думаю, стоят примерно на это же. И здесь важно проявлять мудрость. То есть мы не говорим о том, что не нужно финансово спонсировать местные служения. Мы просто говорим о том, что здесь нужна серьезная мудрость. И об этом мы поговорим после перерыва. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok